Я видел маневрирующие какие-то объекты, светящиеся ночью, которые уходили под воду и выходили из-под воды, как мне. Виделось это дело, но атаки не было, они маневрировали. Что это такое было? Это неопознанное было, повторяю. Я не могу об этом сказать, но это наблюдал я и мои товарищи во время одного из дальних плаваний в Северной Атлантике, в одну из темных ночей. Крупный овал оранжевого, ядовитого, угнетающего, в прямом смысле слова, цвета. Вот смотрю на него и как-то не по себе. Смотреть не хочется. Позже я узнал, что вообще случаи вот такого цвета и такого подавляющего, ужасающего цвета были и с другими, в том числе и гражданскими судами. В индийском, в частности, океане. Командир атомной подводной лодки Алексей Николаевич Кожев, он наблюдал этот объект, он записывал и зарисовывал это, будучи на мостике подводной лодки. Это я с ним все согласовывал, он мне просто рассказывал, как это было, как он осветил сначала одно судно, потом вышел второй луч, второе судно. И вот этот, который доложил, он посмотрел бинокуляр и говорит, а я вижу колпак и фиолетовый свет там внутри этого колпака. А потом появился, а этот самый фонарь этот вверх-вниз, вправо-влево так, чуть-чуть, ну как качается. Ну потом второй, потом еще, 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 да, где-то до 7-9 штук, по-моему, взлетело. И все вот стояли на одном месте, чуть покачиваясь. Я показал вот здесь вот. Вот здесь, да. Это неопознанный подводный объект, который наблюдался из теплохода «Комсомолец Карелии». Сейчас я посмотрю, значит, в 81-м году. Интерес составляет то, что он вылетел из воды и наблюдались как бы газоводяные эти струи. Ну то есть очень редко, непосредственно, чтобы это видно было, фактически все фазы развития. Было собрано более 50 тысяч достоверных сообщений из войсковой части. Субтитры создавал DimaTorzok